МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осінь – чудова пора збору урожаю. За літо і в нашій програмі назбирався врожай гарний. Від щирого серця вітаємо наших чудових дитлахів та їх нових рідних. Вони знайшли один одного і це вже назавжди. Артем і Андрій, Ігор, Джуліо, Дмитрик з Андрійком і Віталік з Русланом. Всі хлопці вже вдома по-справжньому. Радості, добра і любові вам, хлопчики, і вашим новим сім'ям. Давай знайомиться, розкажи, будь ласка, як тебе звуть? Мене звуть Ігор. А чим ти любиш займатися? Я люблю рисувати, вишивати, працювати з комп'ютером. Що тобі привлікає в занятиях з комп'ютером? Для чого він тобі потрібен, для чого тобі потрібні ці знання? Я так думаю, щоб розвиватися, создавати там программи, ігри. Ну і все. Ну і ще хочу, коли виросту, в будучи, стати программистом. Конечно, це популярна дуже професія, це дуже інтересна професія, і вона дуже така трудоємка, і потрібно багато знати для того, щоб достичь в неї успіху. Скажи, будь ласка, що ти робиш для того, щоб достичь в дальнішому успіху? Я стараюсь хорошо учиться в школі, слушатися родителів, поставити себе ціли, добиватися ціли. А вот у тебе какой характер? У тебе сильний характер, по твоєму мненню? Нет, по моєму мненню, у мене мягкий характер. А це добре, чи тобі б хотілося бути немножко пожёстче? Не, це добре. Жёсткий характер, ну я не люблю жёсткий характер. Жёсткий характер – це тебе ничем не угодиш. А легкий характер, то есть ты все воспринимаєш нормально. А как ти думаєш, чоловік обязательно должен быть добрым? Или все-таки вот без этого качества, без доброты, вполне комфортно можна прожить всю свою жизнь? Нет, чоловік без доброты прожить не сможет. Почему ты так считаешь? Ну, потому что, например, к тебе будут люди относиться нормально, а ты к ним по-плохому. Это как-то неправильно считаю. Все-таки должен ты к ним относиться по-доброму, как они к тебе, так и ты к ним. А какие отношения должны быть в семье, вот для того, чтобы она была счастливой? Я так понимаю, счастливая семья – это та, которая относится к тебе с пониманием, любит тебя, может поддержать тебя в трудную минуту. Вот взаимоотношения дети и родители. Как их построить, вот с твоей стороны, допустим, ты ребенок, чтобы и баловаться можно было, и понимали тебя в этом, и может быть что-то делали вместе, вот такое, знаешь, веселое и необычное? Ну, я так думаю, что так, ну, невозможно, чтобы когда ты баловался, родители, ну, как бы не обращали на это внимания и относились к этому нормально. Я думаю, что это как бы невозможно. Хорошо, давай по-другому. А веселиться вместе, возможно, с родителями? Да, веселиться вполне возможно с родителями. Ну, веселиться – это, ну, да, взаимопонимание в семье, то есть ты как бы им улыбаешься, они тебе улыбнутся. Ну, как бы, ну, веселиться с ними, как ты считаешь вот нужным. Что самое главное для человека в его жизни? Добиться цели, ну, вырастить детей в жизни. Ну, жизнь – это миссия, выполнить миссию. У нас добрые характеры, и мы любим играть вдвоем. Я люблю кувыркаться, я люблю трюки делать. Мне очень нравится хип-хоп. Я еще хорошо по математике и по физкультуре, я всем 9-10 оценок, я могу вам виршик рассказать. Замечательно, давай, это очень интересно будет, рассказывай. На гаусте яблоко висело, каменем я кинул, перебив гибочку, аж сердце заболіло. И навіщо я таке зробил? Не подумал, лютий не до тебя. За добро я расплатился злом, и стоять колодороги щепа, на чиста птах с подстреленным крилом. Яблоня моя зелена крила, может, ты заплакала, ты для меня яблоко вродила. Я же тебе кинул каменцем, засыхает перебита галузь. И в души горит, не мог бы тих, в совести, а яблоко засталось. Мой великий, хоть недостивый грех. Здорово, слушай, такое замечательное стихотворение, оно такое глубокое. А вот что ты чувствуешь, когда ты его читаешь? Ты же прочувствовал, смотри, ну очень жаль дерева, оно же живое. Ну мне чувствуется, что такого нельзя делать, что это плохо очень. Это яблоко, оно полезное, его надо есть, а не камнем стрелять. И оно, даже косточки полезно. Какое время года ты любишь лично? Я люблю зиму и лето. А почему? Вот смотри, очень разные, да, зима и лето, совершенно противоположные. Просто летом тепло, можно бегать с друзьями, а зимой холодно, можно снежки играть, снег падает. Чего бы ты хотел достичь в жизни, в своей собственной? Сначала я хочу пойти в институт или в университет, а потом уже, когда закончить, я хочу пойти на завод. А как ты думаешь, что такое хорошая семья? Какая она? Ну это добрая, когда сын слушается, очень хорошо учится, не обижает других. Хорошая семья, когда ты хорошо себя слушаешь, и ты хочешь что-то, и тебя может купить. Хорошая семья, это, ну, может быть, на природу отвезти, там, может с ней на море пойти, шашлыки пожарить на природу. То есть, в принципе, вот хорошая семья, это дружная семья, когда все все делают вместе, правильно? Да. А скажи мне, пожалуйста, ты вот уже думал, кем бы ты хотел встать, когда вырастешь? Я хотел бы встать парикмахером. Парикмахером, так. А почему вот у тебя такая мысль появилась? Ну, потому что я носил, ну, я всегда заплетаю девочек во дворе у нас. Ну, он заплетал Лизу, косы умею, ну, хвосты, такое. Прям к тебе подходят, девчонки уже знают, что ты это умеешь, да, и просят тебя это сделать? Да. Так. Тебе нравится? Да. А им результат? Ну, да. Чего бы тебе хотелось в жизни? Мне хорошую семью, чтобы я долго-долго жил с ними. И чтобы мы никогда не спорили с ними. И чтобы я был умным очень. Как тебя зовут? Меня зовут Дима. Так. Тебя Дима. А как твоего брата зовут? Андрей. Андрей. Дима и Андрей. А скажи, пожалуйста, а сколько вам лет? Мне шесть с половиной. Так. Андрюша, а тебе сколько? Пять с половиной. Ух ты. Так. Ты старший брат. Расскажи, пожалуйста, о своем брате, об Андрюшке. Расскажи, вот какой он. Какой у него характер, что он любит делать, что вы любите вместе делать? Я конструктор заезжать. А я пазл. Так. Значит, Андрюша любит у нас конструктор, а ты любишь у нас пазлы. Я вижу, у вас тут очень много красивых, таких интересных машин. Любите машины? Да. Так. А какие больше легковые или такие большегрузные? Большегрузные. Так. А кем хотите стать? Дима, кем хочешь стать? Пожарным. Пожарным. Так. Андрюша, а ты? Авиционером. Авиционером. Отлично. Полицейским уже, да, по-новому. Меня Андрей. Так. Меня Артем. Так. И Андрею и Артему у нас лет? Восемь. 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 Круто, класс. Уже такие большие мальчишки. А что любят делать большие мальчишки вместе и по отдельности? Я люблю играть в футбол. Я люблю играть на компьютере и в футбол. Ага. Ясно. Так. А у тебя как с компьютером дела? Нормально. Нормально. Тоже, да, тоже умеешь? А какие игры, допустим, компьютерные у вас самые любимые? Дота. Дота. Контерстрайк. А вот первая игра, это она о чем? Что там делать нужно? Там можно магии включать. Там есть игроки еще за нас. Всякая команда. То есть каждый из вас может набрать себе команду, да, отряд, да? Да. Там все по пять игроков. И потом что нужно сделать? Победить в чем? В игре. Победить их не трон. Ага. Понятно. Захватить трон и стать самому правителем. Правильно? Да. Да. А какая самая лучшая команда для вас двоих? Вот мне почему-то кажется, что самая лучшая команда, это вы вдвоем, два брата. Да. Я тоже так думаю. Вы тоже так думаете. Отлично. Значит, я не ошиблась. Я знаю, что вы еще стихи знаете. Причем, каждый какие-то свои увлечения, да, какое-то свое стихотворение. Можете мне рассказать? Да. Круто. Так это же целая песня уже получилась, так? А давай свой. И час. Дочек, дочек, ты уже злива. Плачешь оружие, плачешь злива. Теперь еще застынулся. Соловейка застынулся. А теперь лежит пеплетен, пьягорячий чай из меню. Ух ты. Лечится, да, чтобы быть здоровеньким и чтобы голос не пропал. А ну-ка, вот давайте поговорим немножко о будущем. Вам нравится какая-то профессия? Да. Милиционером быть. Так. Футболистом. Отлично. Ты будешь спортсменом, ты будешь милиционером. Полицейским, да, сейчас полицейские. Так, а вот для чего же ты хочешь стать полицейским? Чтобы не забирали всякие грабители, вещи, не крали ничего. Какой должен быть человек для того, чтобы он был счастливым? Хороший, добрый. Хороший, добрый. Хороший, добрый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова